Здесь есть одна вещь, получается. На самом деле я хотел аргументировать позицию того, почему рефлексия проблематизируется, подходом таким развлечением, переживанием актов. Немножко по-другому, но если мы отбрасываем тот подход, что объекты есть до актов, если мы считаем, а это можно считать, и вообще говоря, на этой позиции, в принципе, Канн стоит идея, так и отрицать нельзя. Объект, субъектная структура существует сразу, одновременно, и акты уже действуют внутри как классы. То есть субъекты, объекты и акты — это одновременно структура. Нельзя говорить, что что-то предшествует чему-то другому. Сама по себе слово «структура» подозревает, как мы помним, одновременно. Если бы тут было движение как раз, в проживании, я так тоже в сторону введу немножко, в проживании, как бы даже в самом том, что это глагол какой-то такой, или как глагол действия, не глагол, а существительное, а глагольное, от глагола проживать, в нем подразумевается вот именно длительность, в нем предразумевается движение. В структуре движения нет. В структуре как бы есть отношение, которое как бы имитирует движение. Она, скажем, описывает движение, как пишется, но она существует одновременно, и это правильно. Это более аккуратный подход. Просто, если брать именно этот подход, то аргументировать проблематичность рефлексии сложнее. Потому что, с точки зрения первого подхода, если бы данность дана заранее, а мы просто акты туда бросаем, то было бы понять, что я должен был бы донуть до актов, и всё бы рухнуло сразу. А вы рассуждали так, что ли, там? Нет, это я так рассуждал, недавно. Теперь я понимаю, что это на самом деле попытка выдать желаемое за действительное. Дело в том, что аргументация тогда становится сложнее. То, что может ли схватывать акты сами себя, ну, например, у Декарта, получается, что может. И у Гигеля они подозрят, что может. Я тут ещё обратил внимание. Получается, надо уже думать. Есть новая соображение такое, что если Декарта как бы пытается построить, ну, если на само здание философию его посмотреть и сравнить с Гигелевским, он пытается построить как бы на каком-то основании всё остальное, да, как бы от какой-то точки плясать, от какого-то основания. Вот. И это неизбежно вызывает вопросы. То Гигель, он как бы разворачивает всю систему, подразумевая, что на самом деле она в то же время и вся и дана. Да, ну, то есть вот у него как бы конец является началом. У него как бы сама система вот такая как бы рефлексивная. Сама система на себя замыкается. То есть у него как бы вот этот вопрос, ну, то есть неправомерен вопрос о начале в его системе. Вот можно было бы спросить, а как у нас всегда вопрос стоял не просто как возможна рефлексия. Мы говорили, как она может начаться, да. То есть, допустим, если она однажды совершилась, как бы она может поддерживать как-то себя, да. То есть достаточно как бы однажды себя обнаружить, да, чтобы обнаруживать себя потом. Да. Вот. Именно так. Вот. И фактически как бы Гигель, не будь дураком, как бы он говорит, что всё как бы уже есть. То есть даже когда он описывает чувствую достоверность, где-то там как бы на, так сказать, там есть эта позиция мы, вот про которую любили бы там говорить, да, с многовицем. Всегда уже как бы есть перспективы дальнейшего движения, завершённого, да. И мы как бы проходим его снова, но на самом деле уже в состоянии прошедших. Мы просто как бы осознаём то, что прошли. Есть некая тотальность, да, можно сказать, тотальность мышления или тотальность системы. Где на самом деле, как бы, если ты требуешь объяснения, тебе говорят, что двигайтесь дальше, да, там. То есть как бы на самом деле система Гигеля, она вот сама себя защищает, это как крепость, которая там окружена, там, да, всеми возможными способами. Она с всеми возможными связями. Не, ну, здесь как бы, может быть, постклассическая философия тоже, как бы, можно её вспомнить, потому что там есть вот это и у Деррида, и у... Я отчасти, по-моему, у Деррида вот эта тема, ну, у Деррида, я, по крайней мере, точно читал, отсутствующего вот этого вот начала. Отсутствующего, ну, там, допустим, они про оригинал и копии говорят, про перевод, как бы, и оригинал, про как бы... Про то, что начала нет, на самом деле, да, про то, что, как бы, всегда уже есть некое повторение. Всегда середина. Всегда, как бы, середина, да, всегда... Ну, что-то мы знаем, какие-то уже превоспешения из нашего... Да, но, как бы, если Хайдегера вспомнить, да, у него там тоже есть какое-то предпонимание, то есть мы всегда, как бы, уже вброшены во всю эту ситуацию, и... То есть... Такого начала, прям, того раза, да, там, в 6-й досках, потом раз, и на этой доске начал мир, и наша активность, что-то вырисовывает, да, и мы начали... Или растить свой опыт, и довели его до некой, вот, сложной системы философии, такого, конечно... Поэтому, если, как бы, может быть, в своем построении Декарт, может быть, как бы, в эту наивность впадает, тоже надо думать, но, как бы, похоже, что впадает. То Гигель-то, наверное, все-таки нет. Вот. Он, как бы, заранее имеет в виду, что, вот, все это многообразие уже дано. Просто, как бы, так сказать, внутри него раскрывает некоторую тоже структуру, или некое движение, да, вот, наверное, все-таки больше движение, на движение это похоже. Внутри того, что и так уже совершилось. Он движение, которое уже совершилось, раскрывает. Вот. Устанавливает как-то. Проходит снова. Ну, поэтому... Это, на самом деле, не то чтобы это... Это не ответ на вопрос, конечно, да? Вот. Это не ответ на вопрос, но в то же время... Ну, то есть, парадокс, в общем, стоит, что, вот, мы спрашиваем, как, как бы, возможно рефлексия, а фактически им отвечает, ну, она, вот, возможно, это факт, вот, поэтому, как бы... Это, как бы, феномиологический факт, говорит нам. Вот так, примерно. Смотри, на самом деле, просто... На рефлексии или это вот? Надо подумать о том, вот, и вот рефлексия задана в классических теремях так, что субъект актов, тот субъект, который в субъектной структуре, да, находится, он должен схватить сам себя, да? По идее, до самого себя добраться не может почему? Потому что он самого себя не знает. Ну, даже, допустим, он себя не знает, но он может добраться до своего акта, да, и может, это, схватывать себя как акт. И может быть, таким путем добраться и до самого себя. Так это или не так, это пока оставим, не будем это обсуждать, да, это... Возьмем эту к другой позиции. Нет, ну тут я бы тоже добавил, что даже схватывая себя как акт, да, то есть свой акт как акт, схватывая другим актом там или как угодно, он все равно никакой содержательности себя точно не перейдет, опять же. Никакому там телу, никакой определенности. Вот как ему, так сказать, понять свою содержательность? Или может? Нет. Нет, так и у этого... У Декарта ведь никакой содержательности нет, я просто есть чистой формы и все. Просто приходим к я, как чистой формы. Но потом как-то там, благодаря Богу или еще чему-то, у него уже все это возвращается, нет? Благодаря Богу у него возвращается логика. Вот мы уже это обсуждали как-то на самом деле. А благодаря другому критерию, а не на ясности и отчетливости, у него возвращается весь мир. В том числе и содержательность этого самого Я. Ну то есть в принципе, так сказать, на пике вот этого своего движения Коги, то он, так сказать, не лукавит. Потом он может там, как бы, возвращать все, что угодно, вот, обоснованно или нет. Вот, но... Нет, никакой же можно изложить другим способом. Можно изложить так, что я переживаю, следовательно, я существую, и это является очевидным опытом, да, опытом проживания самого себя. Из этого следует, как бы, все остальное там, что... Потом он доказывает, что существует Бог, значит верна логика. Поскольку верна логика, значит, у актов мышления есть субъект, а именно Я. И все, и все дела, и все то же самое повторяется. То есть просто немного построение усложняется, и все. То есть он должен был бы начать не с мышления, а с переживания. Но это различие у него явно не дано, поэтому для него... Он же ведь на самом деле делает такой забег. У него ведь на самом деле любить, страдать и так далее, есть модусы мышления. У него есть осознавание того, что, как бы, есть еще, кроме собственного мышления, есть еще много других всякого рода там, вещей, да. В частности, переживания, такие как любовь, там, страдания. Ну, кстати, в этом отношении вообще можно задуматься о том, что такое мышление, вот тот же Хайдеггер, да, вот у него там, видишь, когда мы не мыслим и не мыслим, что такое мышление. Может быть, как бы и мышление, да, можно понимать двояко. Как активность, да, и как, как бы, проживание какое-то. Вот, может быть. Дело в том, что с сомнением это так. Ведь сомнение можно понимать как нечто направленное, да, как акта. То есть я сомневаюсь, существует ли данный человек, а можно понимать в смысле колебания, внутри я вот колеблюсь, не уверен на события. Я в сомнении. Да, я просто в сомнении нахожусь. Я, конечно, может быть, сомневаюсь даже и в этом человеке, но в виде колебания. В виде какого-то внутреннего неравновесия, неравновесия. Я проживаю как бы вот это вот внутреннее колебание. Понимаешь, что как бы переживания и акты в реальной этой жизни они сплетены в некий единый поток жизни. Поэтому то, что мы их выщеленяем и разделяем, это некое уже искусственное дополнение к жизни. Мы пытаемся просто понять, как всё работает. Естественно, в самой жизни это всё обратно скопнуто. Есть единый поток жизни. И в нём есть акты, переживания, и всё это в единый путь. Для того, чтобы в этом разобраться, мы должны различить. Вот мы одно различаем, второе, третье. Чтобы потом, опять же, благодаря этому различению установить какие-то факты и уже смотреть на этот единый поток некими новыми глазами. Понимая на самом деле, что в нём за что отвечает. Просто дело в том, что если рефлексия проблематизирована, если акт не может схватить акт, то тогда... А тем не менее, опыт рефлексии вроде бы для всех очевиден. Тогда рефлексию нельзя иначе понять, как событие, когда акт схватывает вот это вот проживание. То есть, когда на самом деле акт направляется на опыт проживания себя. То есть, можно проживать себя просто сразу, да, это как бы некий особого рода опыт. А можно как бы заниматься какими-то актами, допустим, осматривать объекты, да, и вернуться к себе. Вот это возвращение к себе после осматривания, да, вот этот акт как бы возвращения к себе от объекта. Ведь так и понимает Гегель, что такое рефлексия. Вот рефлексия есть как бы отрицание внешних объектов, да, и возвращение к себе. И это возвращение к себе можно понимать как бы схлопывание в ситуацию проживания себя. Либо даже не схлопывание, а как направленность актов на вот это проживание самого себя. Когда я мыслю о этом проживании, да. То есть, вот некий новый опыт, в котором эти два опыта уже даны в виде сочлененной структуры. Есть просто проживание, да, я просто нахожусь в неком проживании самого себя, в неком проживании времени. А есть как бы другая структура. Я об этом проживании времени мыслю. Я уберу как объект своего мышления. То есть рефлексии... Ну, непонятно, как можно это объектом взять тоже. У меня пока вот другая картинка вырисовывается в голове по поводу того, как мы до проживания добираемся. На самом деле сейчас в разговоре, по крайней мере. Фактически мы же какую-то тоже своего рода фильмологическую редукцию производим. Ну, там есть как бы классическая экологическая редукция. Там отбрасывают то-су-пятые десятки, такой турологический там. Какие-то домысленные вещи, представления, ну, не знаю. Могут это люди сделать, не могут. Ну, по крайней мере, есть понятие вот такого рода деятельности. И спрашивают как бы, а что останется? И вот получают там эту субъект-объектную структуру, вот, так сказать, и прочее. Ну, все то же самое получают. Вот. А то, что мы делаем? Мы фактически как бы говорим. А вот если сейчас как бы я редуцирую, ну, сделаю незначимую негации, подвергну всю свою активность, все свои акты вот эти вот, подвергну их негациям. Я сейчас как бы не классически рассуждаю, а как бы просто как бы пытаюсь с нуля, да. Вот как будто у меня есть активность, у меня, говорю я, да. То есть я не задаюсь вопросом, как это одно к другому привязал. Вот она есть. Если я это все подвергну негации, что-то останется, спрашиваю я себя. Что останется? Вот. Даже не объект, а у этого, у, как у, как у, у Сартера, у него другой разговор. Он как бы подвергает негации мир, да. Вот это что, 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 все вот эти вот что подвергают негации, получают ничто, и вот ничто это человек, да. А я говорю про другое, что вот есть активность, да. Вот. Вот я как бы такую, такую, такую активность, все это подвергаю, которая направлена на что-то. Подвергаю негации, ну как бы вывожу из рассмотрения и спрашиваю, остается ли что-то. И вот тут остается вот это чистое проживание. Времени проживания себя. И как бы вот тот опыт, про который ты говоришь, когда мы как бы отшатываемся, да, от вот этой деятельности, как бы отвлекаемся от нее, возвращаемся к себе, да. Он и состоит в том, что мы как бы вот в деятельность погружены, что-то делаем, да. Мы как бы являемся этим субъектом, являемся. И вдруг в какой-то момент как бы, ну, как словно бы как бы очнулись, да. И обнаружили вот это чистое существование. Мы даже в этот момент, я просто думал в свое время об этом, но как бы в совершенно другом ключе. И сейчас вдруг это всплыло и вроде встало на место. Мы в этот момент даже как бы удивлены, что это мы действуем. Вот это вот как бы экстенциальное переживание существования стоит в том, что нам как бы странно. И вот эта вся содержательность мира, вот такая, а не какая-то другая. И наша активность, вот эта наша деятельность в нем, и его как бы осмысленность этой активности. Вот. Все это как бы отчуждено как-то, отстранено. Мы как бы отстраняемся от себя как от субъекта. И вообще от всех этих актов отстраняемся. И ощущаем вот это чистое как бы проживание. Нет? Да. Именно так. Просто как бы надо как-то придумать какой-то способ аргументации, чтобы принято в философии, чтобы как-то по порядку все это излагать. Да. Но я просто описывал опыт. Понятно дело, что на самом деле, о чем мы говорим-то, все это понятно. Просто непонятно, как это аргументировать. Понятно, что есть различения, актов, различения, переживаний, что как бы переживать. Поскольку это разные опыты, поскольку как бы разный способ отношения с миром, да, там, можно предположить, что и субъекты этих опытов разные. Но другое дело, как вот все-таки так аргументировать. Я вот не могу понять, все-таки вот это проживание, является ли оно отношением с миром? Относимся ли мы с миром, когда вот проживаем, так сказать? Понимаешь, на самом деле, я теперь так рассуждаю, как бы, что вот есть изначальный опыт, да, главный, а именно опыт, можно сказать, опыт самосознания, опыт проживания самого себя, вот проживания времени. Он никак с миром не соотносится. Естественно. Это просто опыт бытия и все. Но! Естественно, он присутствует. Он параллельно, как бы, да. Но факт состоит в том, что, поскольку как бы я пытаюсь в субъект все-таки вести, но этот субъект как-то должен все-таки быть субъектом, он должен открыться миру и дальше пойти. Он, способ, каким мы получаем субъект, каким он, как бы, условно говоря, дан нам, вот он именно в этом проживает. И там никакого отношения к миру, конечно, нет. Там вообще непонятно, что это мир, это как бы, нет. Просто есть наше собственное событие, есть все это. Все остальное, как бы, ушло за горизонт, понимаешь, наш опыт. Просто, а то как ты, вот, фенологический дух, вывел за скобки, все выведен за скобки. Да, то все он не то, что совсем не существует, что он выведен за скобки. Да, где-то за скобками существует вот так, как-то, сам по себе. Другое дело, что, как бы, теперь обратно собираю всю конструкцию, надо же получить, что вот это все-таки, как-то, мы же все-таки получаем, что... Почему я перехожу дальше к переживаниям и эмоциям? Потому что я хочу, чтобы вот этот субъект, он был бы все-таки субъектом, не то, что порождающим, а как-то относящимся к миру. А, кстати, еще вот, продолжая эту тему, извини, как, да, я понимаю, что то, что ты говоришь, что нужно делать, и это, как вот, собственно, и есть задача. Просто вот другими словами повторяю. У Хайдегера там, что такое метафизика, в этом СМА, вот он там говорит про то, что мы ничтожим, как бы, этот мир, ничтожим, мы выступаем в ничто. Как бы, выступаем в ничто. Вот. Вот это, наверное... Про ничто, это, кстати, очень хороший разговор. Я, кстати, с этой стороны никогда не заходил. Потому что, как раз, понимаешь, интересно, что это. Мы можем, условно говоря, вот, как Гисси рассуждает теперь, это декартовским способом, но не как Декарт, да? А вот на основе вот этого различения. Ведь можно действительно ничтожить вообще всё. Вот всё изничтожить, да, во всём сливаться. Единственное, что останется, это вот это вот чистое, голое проживание времени. Ничего другого-то не останется. Его уже никак нельзя... Фактически этот опыт и осуществляет Декарт. Да, фактически он осуществляет. Другое дело, что почему-то адресуется к мышлению. А сейчас этот опыт, он говорит о мышлении, что странно. А поразительно, что, как бы, получается, что вот в этой статье Хайдегер, да, и Декарта, они говорят об одном и том же. Да. Вот это ведь... Но других путей-то нет. Философия в едином ключе развивается. Других-то путей нет. Фактически мы можем во всём сомневаться, всё вывести за скобки. Единственное, что за скобки мы не можем вывести, это вот это вот наше Я. То, что Хайдегер называет Дазайн. Я не в смысле, как бы, вот этим культурологическом, а я в смысле вот этой экзистенции, да, вот проживания самого себя, вот некого бытия, да, бытийствования, лучше говорить, да, и лучше так. То есть мы можем ничтожить всё, ведь слово «ничтожить» похоже на некое, так сказать, сомнение, да, только вот сомнение как бы такое активное, да, выведение за скобки. Выводим одно, второе, третье, выведем всё. Что останется? Останется вот нечто. И вот это некое бытийствование останется. Так вот это вот некое бытийствование, вот это и есть Дазайн. Всё, это вот бытие, то есть вот как бы оно просто явно очевидно, вот как бы, оно для нас очевидно, вот бытие. Причём, то, что оно вот, то, что вот есть вот этот маленький разрывик, да, но не видя субъекта объектного различия, а видя того, что вот есть, мы сами себя как-то свидетельствуем, да, вот как-то в этом проживании, как бы, сами для себя как-то есть, но не видя субъекта объектного различия. Мы свидетельствуем о бытии. Да, мы как-то свидетельствуем о бытии. год бытие, это можно только в опыте указать, бесполезно, можно сколько угодно говорить, а дазай, что это такое, достаточно самому пережить один раз и понять. К этому надо прийти. Так вопрос, в чем состоит, что здесь все равно смыкается, Хайя Гигель смыкается с Декартом, и даже, я думаю, с Гигель, потому что Гигель тоже достоверность есть, достоверность самого себя, у него этот тоже опыт есть, этот опыт, я думаю, есть у всех. Важно понять, что каждый почему-то интерпретирует его по-разному. Почему-то они считают, что этот опыт мышления самого себя, когда мышление схватывает самого себя, понимает и опыт той же самой субъекта объектной структуры. Вот что. Здесь субъекта объектной структуры явно неприменим, и Хайя Гигель это понимает, он даже критикует это, субъекта объектной подхода. Он понимает, что здесь его нет. А другие считают, что он здесь есть. По сути, как бы, ведь, еще раз, то есть, и эта негация не является не просто негацией вот каких-то штоп, да, как я говорю, как понимает это, там, может быть, Сахт, а может быть, он и не так глупо понимает. Это негация самой вот этой структуры субъекта объектного отношения, то есть, вместе со всеми этими актами. Потому что это что-то, нельзя просто... Нельзя просто объект, да. То есть, ты как его уничтожаешь? Ты уничтожаешь его тем, что прекращаешь шаг. Мы же все связано, мы же говорили о том. То есть, как можно, так сказать, а в руках же можно одно сломать, да. Да, можно только прекратить акт, как бы, или, так сказать, сделать акт незначим. Допустим, ты не можешь там перестать, там, смотреть, там, не знаю, дышать, да, но ты можешь, как бы, так сказать, отвлечься от этого, да, ты можешь, как бы, действительно, это все вывести за скобки, в прострацию какую-то впасть. Вот. Кстати, вот с этой стороны этот подход лучше. Просто надо понять, как аргументировать. Как бы, интуитивно понятно, к чему, как бы, если сделано различие между переживаниями и актами, и, соответственно, субъектами, которые, с одной стороны, в актах находятся, а с другой стороны, в переживаниях. Как бы, непонятно, как это аргументировать. Просто, видишь, интересно, что тут, как бы, вот в этом ключе, когда мы опыт этот показываем, уже видно сразу, что совершенно не нужно копаться, как бы, вот в этих вещах, в этой чтойности, чтобы обнаживать там следы своего, так сказать, присутствия и своей деятельности, и тем самым вернуться к себе. А наоборот, как бы, возвращение. Ну, тут своего рода, как бы, рефлексии присутствуют, да? Рефлексия, как бы, вот именно отторжения, отталкивания, да? То есть ты, как бы, как раз подвергаешь негации все это дело и тем самым возвращаешься к себе. А не так, что... Но с другой стороны, как бы, может быть, философия классическая, это имеет в виду, когда... То есть, ведь, чтобы, так сказать, подвергнуть негации, опять же, да, чтобы вернуться к себе, ты должен был погрязь. Опять же, то есть ты должен был, уже, так сказать, говоря, опять же, хедегрианским языком быть в этой повседневности. Ты должен что-то подвергать. Должны быть это вот... Должны быть эти акты, да? Ты должен, так сказать, из некого что, вот выступать в это ничто. Сначала как бы мы получаем это чистую экстенцию, да? А потом обратно все раскручиваем, все обратно разворачиваем, да? Так что ли? Нет, ну я к тому, что как раз сначала вот есть вся вот эта активность, как бы, где ты, может быть, там даже как-то вот себя, может быть, не осознаешь, я не знаю, осознаешь, не осознаешь, но вот этим выступанием, как бы, негация этой активности ты себя обретаешь, но тем самым, как бы, получается, что вот эта вот активность, она и была нужна. Что действительно, как бы, каким-то вот таким странным способом рефлексии, вот, но не в таком понимании, как бы, буквально, да? А в смысле... Любопытность в собственности, что активность-то не наша. Активность не наша, да. Да, вот в чем любопытство получается. То есть, мы не... Вот это все, вытеснив за столбки, мы понимаем, что все это было не наше. Все это было... Да, да. Все это было не я. Понимаешь? То есть, на самом деле, когда мы уже вернемся туда, мы уже вернемся с просветленными глазами, понимая, что все это нечто иное. То есть, оно как-то к нам относится, мы как-то этим всем управляем, как-то в этом всем участвуем, но как-то по-другому. И тут начнется самоучреждение, как-то. Да, и тут начнется самоучреждение, да. Мы вернемся и скажем, окей, пусть это буду я. Берем ответственность за вот это вот, за все эти акты берем ответственность. Типа говорим, ну, другого-то мира нет, ну, все там, в ней что-то обретаться. Пойду-ка я заберу все это обратно. Самое интересное, что разговор о возможности, помнишь, мы всегда любили этот экзистенциальный разговор о возможности, что в человеке есть проект, обращенный в будущее. На самом деле, как получается, что мы вот есть это бытие, вот это вот острие, вот эта экзистенция, вот это вот, которое не зависит от какого что. И мы можем взять на себя, вот вопрос об учреждении, здесь получается самое главное. Мы можем взять и учредить себя любым способом. можем вернуться как бы вот в этот мир актов, да, как бы мир объектов, мир субъектов, субъекта, который совершает акты, или уже учредить, то есть принять на себя ответственность за все, за весь мир. Или за счастье. Ну, или можно, так сказать, говоря такими театрально красивыми словами, так сказать, это вот проживание, вот такая площадка какая-то пустая, свободная от себя, то что это место, куда мы можем отступить и переодеться. Да, в любом моменте. Вот. Отступили, переоделись и вернулись, понимаешь, другими. И по-другому переструктурировали все эти акты и так далее. Если бы мы, как бы, были в них, так сказать, как в сети завязаны и не могли из них выпутаться, мы бы, так сказать, ни о какой возможности до речи бы и не шло. А мы, как бы, можем выступить, так сказать. Самое-то интересное, я вернусь, я-то считаю, ну, у меня же дальше, как бы, немного развито. Я, когда я перехожу от проживания к переживания, потому что я, все это проживание, как струна, да, как струна времени, как струна вот этого нашего, это струна нашей экзистенции, на него все, как бы, вот, нанизывать, вся остальная жизнь. В том числе, прежде всего, переживания. Вообще, на самом деле, вот еще переживание, да, и это очень интересное слово, да, его очень любит этот Деррида. С тем, что это не просто, как бы, так сказать, переживать, там, ну, в смысле, чувствовать, да, а это переживать, как бы. То есть, ну, как бы, я, там, пережил войну, понимаешь, да, то есть, это, вот, как раз... Полоти. Да, переход. Вот, это как раз преемственность самого себя, это вот эта, вот, как бы, преемственность во времени. Ну, вот, как бы, survival у него этот термин, выживание, как бы, survival, переживание. Почему это английский, а не французский? Ну, по-моему, у него какой-то, у него как-то по-французски похожее слово, вот, как бы, ну, по... Я просто по-английски знаю, а? Ну, у него, как бы, там присутствует эта коннотация, то есть, по-английски это чисто выживание. Чисто выживание. Такое так все ясно. Ну, что вы этот философ знаете? Не, так все ясно. На самом деле, у меня уже самого, так сказать, напряжение в голове. Вот. Заклёстывает. Я чувствую, что... Трудно выслить. Ну, потому что надо же все-таки практику, постоянно к практике обращаться. Ну, делать не практики, просто, так сказать, более серьезные все-таки. Темы затронулись, нежели там. Более серьезные. Вытики, как бы, там... Она поднимает, на самом деле, многообразие всех тем. Да, там, надо сразу же, как бы, обращаться, видишь, и Хадигель, здесь, и Гейгель, там, и Кант, вот, 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 Декарди, да, тут, на самом деле, причем надо все-таки все это, когда, припоминать, в голове держать. Ну, давай тогда последний ход маленький сделаем, просто я вам объясню, как бы, к чему, как бы, мы перешли. Точнее, как бы, благодаря семинарам, там, и, собственно, разрешениям сами. Я слушаю. К чему мы перешли. Я перешел в следующем. Я все-таки попытался вот этого субъекта переживания сделать субъектом, да, и, собственно, получается так, что субъект так генерирует акты, да, как бы, он постоянно находится в некой генерации, да, а субъект переживания, он управляет им за счет переживания. Он одни акты гасит. То есть возникает, например, пойти попить, он его гасит. Возникает, например, изменить положение пространства, он его гасит. И какой-нибудь другой генерацию, например, генерацию речи, вот я сейчас говорю, вот генерацию речи, он за счет этого некого переживания, некой способности, он усиливает. То есть он всю, все, все задачи в один акт, всю энергию. Все остальные, все остальные гасит, гасит, гасит. Как бы они все равно остаются, эта генерация где-то подземная идет. Естественно, когда-нибудь мне надо будет попить, и когда-нибудь мне надо будет там позу изменить. То есть как бы он контролирует, то есть мы на самом деле собой контролируем тем способом, что мы, вот, тут к этике очень важный вопрос. В этике как подразумевается? Помнишь, мы говорили, что свободу субъекции то, что он добавляет еще одну причину, цепочку, детерминированную цепочку причин. Да, и тем самым мы как бы свободны, там мы можем осуществлять нечто, потому что мы добавляем свою причину и как бы в общую цепочку, и тем самым движемся. А на самом деле получается не так. Полностью, субъект тактов полностью завязан в детерминистическую цепочку причин, там у него какие-то и происходятся действия какие-то, совершаются какие-то акты, все детерминистически полностью, а поскольку субъект переживания, он во вне находится, он может от всего, как мы сейчас говорили, ничтожиться, то есть он находится вообще там, непонятно где, он может просто от всего отвлечься, уйти в себя, что называется, да, но у него единственный, он научился управлять всем этим тем способом, что он может как-то гасить, то есть ему, условно говоря, на подноси предлагается явство, а он из них может одно выбрать. Ну да, и другого никакого свободы нет. Можно сказать, что он, условно говоря, как бы, вот если это разноголосица вот этих субъектов актов, да, их много, один там хочет попить, другой там, то есть одно активно осуществляет, другой другой, а он как бы дает голос. Да, он дает голос, да, да, да. Он как бы вот структурирует это пространство актов, опять же, вы очерчиваете вот в духе самоучреждения этот круг, я, говоря, что вот это я, вот это я, вот это вот там, какая-то, а это бес, допустим, говорит он, а это бес вам не говорит. Бесов здесь очень точно, потому что именно поэтому бесы, понимаешь, когда вдруг возникает какой-нибудь акту пересиливает тебя и начинает через тебя действовать, это просто и есть без. Когда ты не можешь справиться, когда ты, я, не можешь справиться с актами, они идут, идут, например, сексуальное влечение какое-нибудь, понимаете? Даже если может, да, все равно, как бы, если оно, в принципе, оказывает какое-то, так сказать, сопротивление, да, если вот как бы с этим субъектом приходится как-то, то есть каких-то загасить очень легко, вот, и как бы не нужно для этого больших усилий. Каких-то сложно, согласен. Есть некоторые акты, допустим, ну вот, допустим, все-таки, вот, сексуальное влечение, сильный же, сильный же акт. Он, на самом деле, постоянно возникает. Хочешь, не хочешь, он всегда постоянно всплывает, так или иначе. Он на всю жизнь нашу влияет. Он просто как огромная генерация происходит. Вот, можно с ней бороться, допустим, какой-нибудь монах, да, он с этим борется, с каким-то успехом, понимаешь? То есть, вот, он считает, что откуда она берется? Ну, бес там, понимаешь? Откуда берется это? Потому что вот бес попутал, вот бес где-то там что-то нашептал, и, конечно, бес скучает. А на самом деле, мы как бы, это есть генерация, она никуда не девается, она не может никуда деться. Вся энергия, которая существует в организме, это энергия генерации. Вот как вот я тут, пример такой, типа, как электростанция, электроэнергию вырабатывают, а дальше по сетям она распределяется. И ты управляешь этими сетями, куда эту энергию деть? Отсюда хорошо понятно, что такое психоанализ, и почему психоанализ говорит о том, что энергия может сублимироваться. Ты гасишь акты, гасишь акты, энергия-то скапливается, ты как котел печь. И ты можешь все это канализировать во что-то другое. Только сублимация выступает не в духе какого-то, чего-то такого противного, так сказать, лживенького, или чего-то там такого, то есть это и есть, как бы, собственно, механизм воли. Да, именно так. Вот теперь ты видишь, что ты легко... Мне всегда нравится с тобой разговаривать, потому что ты предвидишь, что хочешь сказать. Это и есть воля. Воля управляет тем способом, что ты гасишь, 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 и единый поток, он просто идет, канализируешь в одно, в один процесс. Ну, еще, как бы, про волю там еще есть кое-какие дополнения. То есть, к этому, как бы, тут, опять же, видно, вот ты про монаха говорил, тут видно, как бы, вот это вот... На основании, каким образом, Ницше возражает христианство. Видно, что он, как бы, говорит, что не надо ничего гасить. То есть, когда он выступает за жизнь, да, он говорит, что дать волю, так сказать, всем вот этим... Меньшанское всплыло. Именно так. Пусть, как бы, все, да, именно так. Эти субъекты действуют и реализуются. И в этом смысле он, как бы, и берет на себя ответственность. Он на стороне жизни не стоит. Да, да. Именно так. Именно так. Раз это есть, как бы, да, и в этом смысле он изгоняет всех бесов, да. То есть, как бы, бесов не может быть, потому что, что это я. Главное возражение христианству. Стоит христианин, понимаешь, и он знает, каким человек должен быть. Да откуда он знает, каким он должен быть-то? Откуда ты знаешь, ты понимаешь, святоша? Вот у него же главное возражение это. Понимаешь, вот есть полнота жизни какая-то, да, вот это есть генерация, которая, на самом деле, не является генерацией только одного организма. Генерация – социальная генерация. Просто есть социальные, вот если условно говоря, мое тело как машина, а есть же социальные машины, институты есть, много чего есть на самом деле в обществе. Это тоже все генерируется постоянно. То есть большая, огромная генерация. Мы не знаем на самом деле, что окажется в итоге полезным, а что окажется в итоге неправильным, бесполезным. Все важно. Мы не должны с энергией просто так вот разбрасываться. Потому что не так уж у нас ее много. И Миша как раз стоит на стороне того, что дайте дорогу жизни, действительно. Жизнь сама поймет, что важно, а что не важно. А если мы заранее знаем из каких-то измышлений своих, что вот это вот, допустим, важно, а вот это вот надо отрезать у себя, там все, что только можно отрезать, да, там все-все загасить. Ну, в итоге оказывается, что в крестьянстве на самом деле борется с жизнью. Вот у него такой вот... При этом его вот это вот как бы я проживание, оно получается не такое уж и волевое. То есть как бы оно ведь никого там, получается, не должно ограничивать. Практически как бы вообще... Так у него воля власти это всемирный закон просто. Просто всемирный закон. Это воля, которая проходит сквозь тебя. То есть она как бы есть, она валит сквозь тебя. Ты просто генерируешь, да, и это воля генерации. Вот она генерируешь, допустим, там... Не препятствует. Да, ты не препятствует, да. Ты только можешь как бы способствовать этому. Ну нет, понимаешь, в чем проблема с этой? Конечно же, если у тебя есть главная генерация, ты все остальное гасишь, это тоже же имеется в виду. У тебя есть... Ну если... Он же говорит, допустим, ну если человек, допустим, любит мясо, так сказать, и он пытается быть имелитарианцем. Зачем? Пусть он есть немножко мяса. Ну логично. Ну то есть, на самом деле, здесь же присутствует и, как бы, вот такой... Отрицать не надо полностью. Нет, типа физиологизма или дарвинизма, да. То есть вот есть как бы множество субъектов тебе, у каждого там какая-то своя воля, у кого-то более сильная, у кого-то более слабая. Да, именно так. Пусть как бы победит из них сильнейший. Пусть природа как бы... Да, пусть природа решает, именно так. Именно так. Если как бы, ну вот, так сказать, ты больше всего любишь мясо, ну вот пусть оно так и будет. Так, а самые интересные выводы у Ницше же, чем если дальше движемся, тем больше, лучше понимаем Ницше. Отсюда понятно, почему для него важно благородство. Вы благородны. Почему естественный отбор происходит не путем отбора, там, вот так, это в школе, да, кто умнее, кто не умнее. Почему это действительно биологический отбор. Потому что вот эта вот некая воля, да, которая постоянно генерируется, воля к господству, она должна как бы из поколения в поколение возрастать. То есть ей очень важно вот эта передача наследственности. Потому что это вот генерация, а мы уже не можем ее в себе создать. Она у нас есть от природы. Либо она есть, либо нет. И тот природой... И эти предрасположенности. Да, и тот природой вырос, стал господином, он и должен господствовать. Почему? Потому что это у него такая генерация есть. А если ты от природы раб, ну зачем ты лезешь в господа-то? Ну, ты не можешь этого ничего сделать. У тебя все искривится. Потому что природа должна отобрать, кто должен быть господином, кто должен быть благородным, кто должен оставаться рабом. Понимаешь? И те рабы должны служить господам. То есть он полностью хочет вообще все отдать этой природе. Всю волю нашу. Понимаешь, вот Шопенгару говорит о том, что это есть мировая воля, и она через нас какую-то свою волю навязывает миру. Но у него она как бы такая неумная воля, она как-то темная воля. Она там непонятно, что хочет. Она хочет только плодить, плодить и плодить и размножаться. То получается, что эта воля у них совсем другая. Она как бы разумная. Понимаешь? Она хочет, чтобы как бы что-то улучшало. Почему? Почему-то она хочет, чтобы жизнь как-то возрастала и улучшалась. То есть она как-то является волей власти. То есть чтобы она расширялась, углублялась, становилась сильнее. То есть и на основе вот этого развлечения получается, что философия ниши становится понятной. Понимаешь, она как бы понятна, что он хочет сказать на самом деле. Не просто там давайте там... А не просто так, давайте вернемся к вот этому в рабство. Вот типа в рабстве было правильно, а сейчас типа неправильно. Почему неправильно? Или там вот это в какой-то первом году перестроено. Это не морализаторство. Да, это не морализаторство. Вот что. Добрым дикарям. Самое интересное, что это все-таки... Миша можно понять как морализатора. Он считает, что раньше было хорошо, там такие благородные были господа, они вот так много создали в культуре, в религии, в государственном строительстве. Вот сколько они всего сделали. А сейчас все обмельчало, туда-сюда. Это как бы можно было бы сказать, что это морализатор страны, что люди были хорошие, цельные, а сейчас могут идти обмельчали. Но на самом деле речь идет не об этом. Получается, что речь идет о жизни, на самом деле. Как она движется каким-то путем, и что она должна в жизни возрастать. Когда человек вмешивается со своими всякими идеями, фикс, допустим, как христианство, придумалось это какое-то понятие человека, и пытается его втиснуть в какие-то узкие рамки, что человек должен быть таким, понимаешь? И все, и другим он быть не должен. Ниша размущается, а как вся остальная эта жизнь, все многообразие, да что ж теперь, уничтожить что ли? Вот что проблема. И это шанская проблема, и понятно, что как бы Ниша является в этом смысле, если так можно выразиться, каким-то родоначальником этого подхода, когда он говорит о жизни, этого подхода, связанного с различием этих субъектов. Ну да, но он как бы, и он благословляет жизнь, он говорит всем этим устремлением, да. И поэтому, когда, все-таки, если теперь брать этот конец, очень важно нам в философии, да, вот метафизически, перейти все-таки от простого проживания, да, потому что, конечно, понятие и опыт есть некое проживание. Оно как бы не безобъектно, оно какой-то, вот некий целостный опыт. Вот если бы дальше не сможем его вытянуть все-таки, сделать из него субъекты переживания, эмоции, и в конце концов, некого отношения к миру, да, то просто, ну, неинтересно, на самом деле. Все-таки, когда Софья говорила о том, что это не субъект, я-то, на самом деле, согласен, в этом опыте непонятно, что это такое. Ну, как бы некое проживание есть, некий какой-то опыт отдельный. Можно говорить, что то ли там есть субъект, то ли там субъекты, то ли говорить просто о проживании, бытии, да, экзистенции. Но на самом деле очень важно, чтобы он стал именно полноценным субъектом, что он однажды все-таки стал, стал направленным на мир. Но только на другим способом, вот в чем проблема. Он направлен не к помощи актов, его... Ну, он в буквальном смысле направлен на акты, получается, у нас. Да, вот в чем, а, вот в чем различие. Акты. То есть его интенциональность, на самом деле, не интенциональность объектная, его интенциональность другая. Он, как бы, направлен на вот эти воли, направлен на эти акты. Он, как бы, структурирует, фактически он структурирует субъект. Вот он, как бы, он, ну, то есть, ну, понятно, что он это делает, это, как бы, масло-масляное получается, да, но мы, вот, как бы, спрашиваем, каким образом все они собираются воедино, все вот эти акты. Да, он еще и все собирает. Он собирает за себя ответственность. Он все это собирает, но вот, как бы, почему, как бы, у нас вопрос-то этот возникает, да, как вот они собираются? Почему? Он возникает у нас, потому что мы видим, что это можно сделать разными способами, что это не очевидно, что вот они взяли и собрались, что это, как бы, можно собрать так, а можно собрать по-другому. Так вот, это, как бы, свобода собирания, она, вот, и в его власти, как бы, и находится. И именно поэтому классически, как бы, это не собрать, как бы, естественным путем. Единственные субъекты есть предпосылка, на самом деле. Они заранее считают, что субъект один, и, как бы, это предпосылка, которую они не обсуждают. Хотя, с точки зрения строгой феноменологии, надо было бы обсуждать единство субъекта, оно не очевидно, на самом деле. И то, что мы с этого начинали. Единство субъекта не очевидно. Строго феноменологически, каждый акт, нужно было бы рассматривать причину этого акта, как свой субъект. И потом, это многообразие этих субъектов, в том числе и во времени, как ты предлагал, это надо было бы все потом как-то сшивать, каким-то уже новым рассмотрением. Почему-то, как бы, допустим, феноменология гуси для тебя не занимается, что странно. Нет, она пытается, там, как-то, темпорализация, но, как бы, условно говоря, разбивается об этом. Но, так вот, понятно, почему это и невозможно. Потому что, как бы, это невозможно сделать логически. Логически это невозможно. Потому что это, как бы, есть деятельность, реальная деятельность, собственно, нас. В этом, как бы, есть наша свобода. Да, в этом состоит наша свобода. Как бы себя выстраиваем. Да, если бы это можно было сделать логически, то все, вот это бы, как бы, означало бы конец. Свободен. Свободен. Самое интересное, что мы можем себя строить из того, что есть. То, что было, то и можно полюбить. Из того, что было, выстроить себя и полюбить. Потому что каждый из нас обладает только определенными способностями. Одного, другого, третье, третье. Одна способность, другого, другая. Надо полюбить то, что у тебя есть. Из него уже выстраивай то, что ты хочешь выстроить. Здесь одновременно колебания интересные. Все-таки что-то предзад преддано. Энергия преддана. Это же тоже тема этого ниши. Амур-фати. Полюбить свою судьбу. Потому и важно для ниши. Можно было возмутиться. Проповедовать рабство. Допустим, я родился рабом. У меня устремление рабское. Я возмущаюсь. Почему я должен быть рабом, если у меня такие устремления? А суть состоит в том, что что тут сделаешь. Жизнь такова. Есть некий жизненный отбор, который уже не от нас зависит. Условно говоря, отбор судьбы или отбор Бога. Бог нас отбирает. Можно так выразиться. Если вместо судьбы, которая является безликой, брать все-таки более разумный отбор. Типа, вот Бог нас как-то избирает и каждому что-то дает. Какие-то наборы, какие-то генерации, набор талантов. И вот на основе этой генерации мы уже можем выстраивать свой город. Если так можно говорить. Самого себя выстраивать. И выстраиваем его именно тем, что одни генерации мы гасим, уничтожаем, а другие генерации подымаем. Кто-то, например, наоборот, считает, что общаться самое главное. В любой момент ты можешь это сделать. Да, в любой момент я могу переиграть. Именно что? Можно переиграть. Но в некотором отношении у нас есть именно эта свобода собственно со строительства. И никакой другой свободы и нет. Потому что, например, у Канта. Кант же задается вопросом, каким образом в детерминистическом мире возможна человеческая свобода. И у него единственный выход, что есть Бог, который вот такое чудо совершает. Что он позволяет свободе себя в этом мире детерминистическом проявить. Он этим самым в практической философии устанавливает необходимость Бога. У него в теоретической философии доказывается, что Бога быть не может и Он не нужен. Это как бы пустая идея. А в практической философии он доказывает, что она необходима идеей, чтобы вообще мир свободы и мир необходимости мог как-то согласованно действовать. А ведь теперь, если взять наш подход, получается, что даже и этого согласования не нужно. Потому что вот этот выбор, это в некотором отношении как бы одновременно и детерминацию, да, и свободу как-то в одном ключе соблюдают. Потому что есть детерминация, постоянно есть генерация. Но я могу из них выбрать. То есть свобода интересная получается. То есть она внутри самой детерминации остается. Вот что с любовью. Не, ну это и правильно, то есть в том отношении, что это как бы, так сказать, согласуется с тем же Парменино. Да, вот есть как бы, есть что-то, да, есть вот как бы, есть нечто, вот, и можно выбрать только нечто. Можно выбрать только существующее. И нельзя выбрать, так сказать, что чего нет. Согласен. А так получается, что свобода это какое-то ничто, да, и оно как будто непонятно приходит, сваливается, да, и почему-то оно должно быть. И каким образом оно есть, непонятно. Да, согласен, что есть свобода. Свобода это осознанная необходимость, да. Чуть не до этого может скатиться. Ну, понятно. Кстати, между прочим, я всегда встал против этого определения. Потому что у Гикелепу случается, что свободы как бы нет. Ты можешь осознать, что все необходимо, как бы, и двигаться в соответствии с необходимостью. Как он, собственно, свою жизнь прожил. Будучи философ, он, тем не менее, поскольку необходимо иметь детей, он имел детей. Поскольку необходимо было там их кормить, он их кормил там и так далее. Ну, это просто разговор о том, что вот есть, как бы, так сказать, мир, есть, как бы, твоя там активность какая-то, да, которая тоже, в общем, как бы, тебе дана внешним образом каким-то, да, отчасти. Вот. И ты можешь либо согласиться с ней, либо ее отрицать. Но отрицая ее, как бы, ты находишься в этом ничто. Ты, как бы, ты не существуешь, можно сказать. Да. Ну, вот. То есть, и все, что ты можешь, ты можешь только согласиться. Вот. Вот теперь, мы хорошо подошли, и очень быстро, на самом деле. А теперь вопрос, как бы, если так, возвращаемся к формальной этике. Очень любопытно получается. То есть, отрицательная этика, да, где мы можем вот своим вот этим внутренней генерацией не дать слово. Вот, например, возникает генерация, хочется петь. Петь нельзя. А возникает генерация, хочется общаться. Общаться нельзя. Ты можешь, то есть, возникает как генерация, хочу убить. Это убивать нельзя. То есть, ты можешь, условно говоря, все подавлять. Угу. Но это неконструктивно. То есть, фактически будешь сидеть и ничего не делать. И потому, на самом деле, поскольку единственная энергия, это энергия генерации, и для того, чтобы что-то делать, помнишь, я говорил о том, что позитивная заповедь состоит в том, чтобы осуществлять свою свободу. На самом деле, позитивно в чем состоит. А осуществлять, как бы, в общем, то, что и так есть. Да. То, что и так донос. Да. Вот донос, допустим, не тщеславия. Эта энергия очень сильная. И я хочу осуществить какую-то далекую цель, допустим, написать книгу. Я беру эту энергию, оседловую ее, и пускай она двигается там. Вот, например, вот почему нужно, теперь возвращаясь, почему нужно видео снимать. Я просто хочу заставить себя с помощью тщеславия, там, какой-то славы, там, какого-то... Вот, вот вы смотрите, вы знаете про него все, да? Внешнего, внешнего какого-то антуража я хочу заставить свое тщеславие работать мне, чтобы я добился своей цели. Я хочу вот эту энергию канализировать. Даже не своей цели, а чтобы просто вот, так сказать, работала. Чтобы работала жизнь. Да. Чтобы... Ну, это, во-первых, на самом деле, что иначе жизни и не бывает. Если все отрезать, на самом деле, ты будешь сидеть и ничего не делать. Жизни-то никакой не будет. Если, как бы, про этику еще говорить. Вот, помнишь, там, это кантианский разговор про прагматическое намерение, там, как бы, или, так сказать, моральное намерение какое-то доброе. Ну, как бы, бескорыстное. И так далее. Можно тоже понять, как бы, эти намерения, как множество, так сказать, актов. То есть, вот, допустим, вот есть некое... Что-то происходит, да? И у тебя возникает, как бы, и этот акт, и этот акт, и этот акт. И другого быть не может. Такого не будет. Всегда, как бы, есть вот эти другие субъекты. Но ты кому-то, как бы, даешь голос. Вот. Именно так. Просто самое-то важное, что... Другого способа осуществить свою свободу, осуществить свою цель, кроме как выбрать какую-то энергию, которая из тебя плечется, да, оседлать ее и двигаться, нет. Мы не можем стать причиной цепочки причин. В том смысле, что вот я не может взять какую-то новую причину, вставить. Его некуда вставлять. Она уже все в то, что есть, она может просто войти в эту жизнь и двигаться. Когда мы говорим, что позитивного в нашем этом различии? Когда мы отличили вот эти субъекты актов и, как бы, вот эту активность, мы увидели, что я не является источником. Да. Вот. И ты говоришь, она не является причиной. Она не является источником. Да, все правильно. Точно так же, как, допустим, мы понимаем, что не мы сами себе дали жизнь, так сказать, не мы себе даем время. На нас все это, как бы, изливается от Бога или еще от кого-то. Это как благодать. Это хаучное слово. Это хаучное слово. Это как благодать. Да, да, вот это бытие. У Хайдегера там Бога нет, но есть вот это бытие, которое дает. Бытие дает, понимаешь? Вот. А мы, как бы, действительно, так сказать, либо как вот этот вот, так сказать, переструктурирующий какой-то элемент, либо, так сказать, если когда мы про время говорим, мы говорим, как стрелочник там, как распределяющий, так сказать, его... Как управляющий. Да, как управляющий. Мы можем управлять собой, вот, в буквальном смысле. То есть мы многообразие генерации, да, которые как-то вот... Не обязательно даже, на самом деле, является целостным. Оно может ищет субъект и развалит, или он может быть противоречивый. А генерация противоречивая может быть. Да так оно и есть, как бы, терапевтистки всегда. Всегда, да. Я, кстати, то это... Мысли надо просто разрывать. Иначе бы, как бы, и не нужно было, так сказать, ими управлять. Да. Может быть, как бы, не противоречивые, как бы, вот эти генерации? Может, это животные? Я думаю, у них тоже бывают противоречивые. Повезь, допустим, и убежать. Знаешь, что-то бывает, когда... А, да, когда так они так, да? На улице катакон. Да, да, да. Колеблется, это же наколеблется. То ли довериться, но покушать хочется, то ли убежать, а то не хватит. Ладно, коты неисповедимы, все. Нет, факт состоит в том, что еще вот тут есть оправдание всей жизни, даже вот жизни котов, понимаешь? Потому что в этом отношении, я подозреваю, что мы в единой структуре находимся. Вся жизнь в едином ключе находится. Не так, что люди какие-то созданные Богом, понимаешь, по образу и подобию, а все остальные животные мусор, понимаешь? Нет, ну тут как бы одновременно возникает и оправдание классической философии, которая настаивает там на знании и так далее. Если, как бы действительно, вот так сказать, познавание такое, как бы накапливающее, так сказать, анализирующее, там, так сказать, вот это вот логическое познавание, оно доступно только людям предполагаемым, да? Это как бы и есть тот какой-то особенный талант, который, по идее, как бы они должны развивать, да? Ну, так сказать, как сказать… Но он как бы выделен, становится, он становится как бы такой вот одним из заранее данных предпочтительных выборов. Но непонятно, правда. Мне больше всего нравится, что человек становится проектом не любым. Это тоже важно. Есть все-таки, как бы, какое-то, ну, может быть, не полностью там детерминированное, но какая-то судьба все-таки есть, да? То есть, все-таки ты можешь в рамках неких способностей, которые тебе даны, да, и даже должен в них двигаться, потому что другую энергию у тебя нету. То есть, вот я вот, все, что есть, это вот твои, как бы, вот генерации. Великий комбинатор, да? А ты даже, да, нет, ты можешь, конечно, комбинировать так, как-то, и, может быть, накомбинируешь так, что, как бы, уйдешь далеко, кто его знает. Да, ну, как бы, но комбинируешь, ты изменишь. Из того, что есть, да, как бы, там. Кому-то, может быть, вообще мало что дано там, а кому-то дано очень много. Не, ну, на самом деле, я думаю, что все-таки дано, как бы, это тоже вопрос, да, можно ли вот так как-то. Я думаю, что устреблений-то очень много в человеке разных. Может быть, как бы, очень много, как бы, устреблений просто задавлено, так сказать, изначально как-то. А, ну, мы с питанием, да, там, социальной жизнью какой-то, да, где же запрещены же многие вещи в социальной среде. Причем в каких-нибудь древних обществах там вообще все задавлено. Вот смотри, древнее общество вообще все задавлено, да? Потом постепенно все-таки свобода как бы индивиду дается, дается. Сейчас в наше время уже свободы более-менее уже много, там, благодаря, там, вещам, тем, что, как бы, там, я не знаю, там, регуляция, видимо, там, общество на более высоком уровне стоит. То есть, сейчас, и поэтому, вроде, сейчас получается, что поскольку все много реализации больше. Ну, смысл в чем? В том, что поскольку, как бы, не ты являешься субъектом этих актов, ты не знаешь их всех. Как бы, не так, что вот они все, как бы, тебе, они, как-то, проявляют себя, и тогда ты там можешь как-то... Или знаешь их всех. Наверное, не знаешь. Я думаю, не знаешь. Когда мы же постоянно сомневаемся, там, умеем мы это, или сможем мы это, или не сможем, там, на гитаре играть. То есть, могу ли я на гитаре играть, будет ли мне это интересно. Могу попробовать только, понимаешь, только так, и двигаться настойчиво в этом направлении. То есть, ты еще, как бы, немного вслепую, как бы, вот это все структурируешь. Всегда вслепую, всегда. Точно так же, как вот, почему в школе... Я всегда говорю, что в школе очень важно именно давать многообразие, чтобы человек мог уже в школе понять, на самом деле, что для него важно. Да, 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 да. И, кстати, слово «познать себя» звучит тогда более по-другому. Понимаешь, что значит «познать себя»? Вот понять, на самом деле, какую генерацию у тебя является главной, чтобы ее развивать с точки зрения эффективности. Допустим, кто-то, может быть, поэт хороший, кто-то музыкант, а кто-то, там, философ, понимаешь, а кто-то, может быть, там, не знаю, тот же, там, следственник, понимаешь, гениальный. Ну, мало ли, как может проявиться талант. То есть надо, вот, как бы, искать этот талант. И на него садиться, и двигаться, потому что только какой-то талант может тебя далеко вывести. Потому что энергия-то, на самом деле, она, вот, она не твоя. Ты можешь только эту энергию просто поприветствовать, когда она есть. Она вот из тебя истекает, как бы, ты можешь ее просто усилить своими эмоциями, двинуть дальше. Получается, мы оправдываем государство. Я, на самом деле, самый смешной, мы оправдываем страсть. Ну, и страсть тоже. Потому что, получается, вот, при крестьянстве все-таки считают, что страстным быть нельзя. Надо быть таким уберенным, таким, знаешь, клавнокровным. А тут, получается, страсть. Ну, да. Вот то, что ты играешь в игре, вот ты тоже наседлась эту страсть свою игроку, чтобы куда-то двигаться дальше. Я топ-11 мира, там, или что-то там. Даже топ-11 уже? Да, я топ-8 был в какой-то момент. Потом вынесли мое племя полностью, вот, и я остался один. Мира даже? Да. Мира. Мира, что ли? Не, ну, как бы, вот в этом, там, несколько миров, но не суть. Ага. Я, короче говоря, что хочу сказать, что, на самом деле, вот смотри, получается такая структура, вот, что, как будто бы, есть какое-то вот сообщество этих субъектов, как вот, как бы, как народец такой, вот, как какая-то социальная группа. Да, да, да. Кстати, вот это хороший разговор. И ты выстраиваешь там иерархию. Ты, как бы, там, кого-то назначаешь на разные должности, понимаешь, кого-то, кому-то подчиняешь, кого-то возвеличиваешь, там, кого-то, так сказать, увольняешь. Вот там, допустим, кто-то поставил, вот, что поводить, да, все как-то пошло не так, ты его, значит, это, вот это там вниз. Но, и получается, что, вот, как бы, тебе и модель государства. Да. И поэтому государство выстраивается тоже не зря. И не зря мир, это общество, ну, сначала племя, да, какое-нибудь структурируется, да, есть вожак племени, да, и остальные. То есть мы социальны внутри себя. Да. Вот. И потом это социальность проектируется. Мы не просто, как бы, к себе, как к другому относимся, да, то есть, вот, какое-то там отношение, там, я-ты, там, и так далее. А у нас целый социум внутри. Да. Целый социум внутри. И самое интересное, потом проектируем это социум вовне, и то, что выстраиваете, все растает из нас. На базе, как Бог, вот, управляет вот этим социумом. Причем, как бы, я же придерживаюсь подходом. Можно же провести и придумать, как это называется, там, эволюционное обоснование, почему возникло я. Оно возникло именно для того, чтобы люди могли совместно жить, да, и, как бы, нужен был контроль какой-то, да. И лучший контроль, когда каждый человек сам себя будет контролировать. И возникнуть этому я, как контролирующему органу, можно было единственно на базе переживать. Больше просто нигде было бы ему возникнуть. Потому что переживания даже у животных, они контролируют его поведение. В общем, страх, сразу контролируют полностью. Страх, как целостная ситуация, да, допустим, кот испугался. Это некая целостная ситуация, в которой осуществление действий происходит как бы, как бы, мгновенно, да. Ему какого-то коту не надо задумываться. Уже есть осуществление, определенное осуществление целых операций, что он делает. Он убегает, прячется и так далее. Также только на базе вот этой эмоции, которая управляет организмом, мог возникнуть я, который может управлять организмом. То есть, перехватывает управление у эмоций, ну, у эмоций, как бы, у этих переживаний, и сам становится во главе этого всего. И, тем не менее, могут быть переживания такой силы, как страх и ужас, когда нас парализуют. На самом деле ведь удивительно, что структура вот этого сознания, да, ну, сейчас, как бы, широко говорю, ну, возвращаясь, как бы, к этому термину, который мы начали, что такое сознание, там, так далее. Ну, как бы, структура вот нашей внутренности, да, и заморф на структуре социума. Это же, как бы, такое сильное утверждение. Это сильное, да, и, кстати, хорошее. И сильное, как бы, такое в духе, там, у них же там, это, вот эти, все эти французы, они где там, Эколь, ну, короче, этот, институт университет социологии, все там, там тусовались. То есть, этот человек, в принципе, социальное существо, в принципе, по природе своей, не просто, как бы, социальное, в том смысле, что он может иногда жить социально, иногда на острове там существовать, а, в принципе, человек не может его не существовать. В принципе, он изначально выстроен, да, вот структурно внутри, как социальное существо. И это любопытно, конечно. Понимаешь, получается, что это, это означает просто, что не существует одного человека. Да. Мы всегда существуем только как коллектив. Всегда. То есть, правильное рассмотрение человека состоит в том, чтобы рассматривать его не как индивида отъединенного, да, как вот оторванного, да, а всегда как коллектив. Слушай, а может быть, в этом, как бы, я находит объяснение, вот, говорят, что там, вот, если человек не воспитывается там в обществе, мало ли какой-то, да, он не становится человеком. Может быть, он не потому, что там вот что-то не узнает, да, а может быть, он как бы не впитывает в эту структуру, никак бы не... Не научается собой управлять. Да, ну, как бы не воспринимает ее внутрь себя как-то. Вполне может быть, кстати, да. Вполне может быть. То есть, как бы, он, вот этот внешний мир, да, социальный, он, как бы, отражает внутрь себя на вот этих субъектах. Ну, не то, что отражает, да, ну... Не, а что это взаимосвязь, это... Ну, понятно, что, неизвестно, что причина, что следствие, да. Просто это, да, это как бы уже такие разговоры как псевдонаучные. О! Просто социум вырастает из нас не просто случайно, да, что людям выгодно так. А это, на самом деле, есть, видимо, ну, так человек устроен, он не может иначе. И всегда он жил в социуме, и всегда будет жить в социуме. В принципе, человек... Один человек – это уже социум, вот получается. Один человек в социуме, и быть вне социума он не может. То есть, получается, что, на самом деле, ну, это старая мысль всех религий, да, что человек, на самом деле, это счастье только, всегда счастье. Всегда счастье никого целого. То есть, мы как бы можем себя там отрывать, там, быть и индивидуумом, отрезать себя от целого куска, да, как бы, но, на самом деле, мы всегда счастье. Как бы мы ни думали, на самом деле, сила наша состоит в том, что мы вместе. Потому что это правильная структура, потому что мы так устроены социально. А индивидуализм ведет к шизофрении, получается. Потому что, как бы, индивидуализм – нарушение связей между людьми, да, как бы, ослабление этих связей, ослабление социальных связей, понимаешь? А внутри сознания – это означает что? Это означает, как бы, вот, ослабление вот этого структурирующего начала между субъектами. То есть, один субъект валит там, субъект актов одно, другой валит другое, и нет и организующего звена, нет между ними, как бы, общения, нет, как бы, инстанции вот этой, на которой они встречаются. И они, как бы, валят противоречия друг другу, и, как бы, возникает несколько… Ну, шизофрения не в медицинском смысле, да, как бы? Ну, в медицинском смысле, я думаю, так же. В медицинском смысле, я думаю, происходит так, что есть противоречивое, как бы, желание, причем оба очень сильные энергетические. Субъект тут ничего не сделать не может, он не может одно выбрать. Просто потому, что у него, ну, нет у него силы чего-то. Не может… Я, я не может, да. Я не может, это я, я не может зашкаливать так. Оно его эмоции либо перешкалит, просто там, чтобы все выгорит, или… Ну, условно говоря, там есть две энергии, и он не может ничего сделать. А они противоречат друг другу, и получается, что он разваливается. Вот только есть, может, когда вот так вот разваливается. Именно я разваливаюсь. Да, да, и главное, что там же характерно, что для шизофрении, что, как бы, вот эти субъекты действуют попеременно, да. То есть, как бы, вот он действует, потом, как бы, он не помнит, что действовало так, действует по-другому, ну, как бы, а то один субъект заступает, так сказать… И в зависимости от этого, то одно я заступает, то другое. Да, то другое, то одно, то другое. Кстати, это любопытно тоже истолкование, смотри, получается. Нет, там это так, действительно, то есть, как бы, вот, так сказать, он в какой-то момент, вот это другое подавленное там я, оно выступило, что-то сделало, как бы и ушло опять куда-то там, понимаешь? А он даже не помнит этого. Он даже этого не помнит. И, как бы, и в этом, как бы, беда состоит. То есть, они не обладают общей памятью. Кстати, память, между прочим, тоже это способность именно я. У я есть сознание, способность сознания – это я, способность памяти – это я, и способность переживать – это я. Мышление, все акты, восприятие, чтение, говорение – все это субъекты актов. То есть, фактически мы обладаем только сознанием, и то, на самом деле, здесь у меня вот вопрос, если я колеблюсь, не понимаю. Ну, сознание – это такое слово, да, как бы. Да, и понятно, что оно означает, вот, именно, пока. Как бы, я могу, примерно, я понимаю, что бы оно могло было значить, но что оно на самом деле должно значить – непонятно. Вот у нас в нашем какое-то есть переживание еще остается на нашей стороне, и память. Память именно на то, что мы сшиваем все, на самом деле. Вот мы еще в свое время, помнишь, когда были у тебя, как-то там собирались несколько раз, мы говорили про сознание, как пространство актов, как некое пространство. Да. И нужно тут добавить, что мы как бы говорили про сознание, как про пространство всех возможных актов, а, может быть, надо говорить про какую-то, так сказать, реальность, да. Т.е. вот есть, как бы, какие-то реальные акты, да, ну или активности, да, вот эти, вот, побуждения, там, какие-то реальные субъекты, да. Вот. И они организуют вот это пространство. Т.е. оно не абы какое, да, а у каждого, вот так сказать, свое. Контекст у каждого. Да. У каждого свой контекст, у каждого вот эти... свой набор вот этих, так сказать, векторов. Поле своего. Да, свое поле, да. Векторное поле такое, да. векторное поле актов, и вот оно как бы существует в этом пространстве сознанием. А пространство столько много конфигурационное. Много изменений. Пространство это просто то, где эти акты помещены. Соответственно, оно уже объединяет тем самым их. Но при этом, просто все разыгрывается. Помнишь, что вы говорили о субъекте объектной структуры? Мы всегда это видим сразу. Может быть, все как раз разыгрывается на глазах Я. Все эти акты, все это движется на глазах Я. В каком-то смысле, оно потому и сшивает все. Все, что происходит, оно понимает, что происходит как бы с ним. Все на его глазах. То есть, в сознании есть пространство в том смысле, что оно делается пространством. Не на самом деле, оно проектирует все в свое пространство. Опять же, да, не так, чтобы пространство дано. Да. Это более классическое пространство, но потом в нем возникает второе. Да, да. Оно как бы... Оно все проектирует. Оно все делает в одном пространстве, и поэтому мы на самом деле себя сшиваем. Оно все возможные акты проектирует в одно пространство и показывает, что это все происходит в одном пространстве. Например, есть постоянная генерация восприятия. Но оно в этой генерации восприятия дает еще... Объединяет его, допустим, с другой генерацией. С генерацией речи, с генерацией письма, с генерацией каких-то движений в этом пространстве. В пространстве восприятия. Оно, видимо, сознание — это то общее поле, где вот это все многообразие генераций объединяется. Не то, что оно заранее есть. Оно просто... Это способ, каким мы все многообразие нашей жизни объединяем в неком едином поле. И вот в этом едином поле, как бы, вот это я уже может объединить все возможности. Оно может что-то делать. Оно может, как бы, управлять. Надо что куда передвинуть, как мышление. Тут, например, идет генерация мышления. Как это мышление можно использовать, чтобы, допустим, что-то сделать с восприятием. То, что видно. Что дано, что не дано. Иначе говоря, как шахматная игра. Тут постоянно идет генерация. Вся эта генерация объединяется в неком едином поле. Да и вот в этом едином поле уже можно фигурки двигать. Какие-то фигурки с доски выбрасывать. Типа эта генерация... Например, генерация идет, допустим, что там... Надо куда-то бежать, там, с какими-то женщинами общаться. Нет, общаться будем потом, там. Типа генерация идет, что надо побольше? Нет, кушать это пока не время, там. Но даже Кан как-то всплывает со своим пространством. Ну, не совсем, конечно. Ну, это... Ну, что как бы... Слово же пространство. Ну, это понятно. Чтобы пояснить... Ну, да, да. Насколько оно является буквально... Ну, это... Какая-то конфигурационная пространство. Ну, формирующая деятельность здесь выступает, как бы. Мы говорим, там, структурирующая, там, структурирующая. И у меня есть главная моя деятельность, допустим, говорить, да, и думать. Я выберу ее. Кстати, да, кстати, видишь тут... Вот это, помнишь, я там подымал эту феминологическую тему? Различие предмета и фона. Да. Вот. Что тоже, как бы, что не просто там, вот, так сказать... Один акт восприятия предмета, второй, третий, и, как бы, вот, непонятно, как между ними переход. Вот, непонятно, так сказать, как они сменяются. А что есть, как бы, всегда есть, как бы, какая-то целокупность. Что-то дано пассивным образом, вот этот фонд, как бы, что-то активным, да, как возможность. Да. Вот. И все, как бы, одно в контексте другого проистекает. И вот мы, действительно, если в этом разговоре, так сказать, говорить, мы, вот, у нас есть, вот, так сказать, какие-то активности. Мы, как бы, даем, там, слово одной, как-то ее стимулируем. Вот, остальные, как бы, выступают все время, как некий фон. И причем, тот фон, к которому в любой момент ты можешь перейти. Да. Хор, так и... Раз, и перешел к йорке. Раз, и перешел... Это, как бы, солист, понимаешь, солист. А это хор, там. Вот, можно сказать, так, встань в хор, этот выйдет солир. И в связи с этим очень важно понятие внимания, я уже понял. Да, да, да. Потому что, вот, внимание, я, вот, думал, долго думал, что это такое, я, как-то, и понял. И мне кажется, что внимание – это переживание. Вот, то, когда я говорю, что ты чему-то даешь, силу, да, ты обращаешь на что-то внимание. Вот, допустим, я говорю, и считаю, что это главное, подавляя все остальные, вот это вот внимание. Вот, давать внимание, почему мы устаем-то, на самом деле. Вот именно, ведь, на самом деле, как бы, вот есть акты какие-то, например, восприятие внешнего мира. Я даже не чувствую, устаю, я не устаю, ну, открыты глаза там. Я не вижу никакой здесь усталости. А вот, когда я говорю, допустим, и даю чему-то внимание, концентрируюсь на чем-то, когда я концентрируюсь на говорении, я устаю ведь не от говорения, а от концентрации на этом. Да, да. Вот эта вот концентрация – это наше, видимо. Причем… Это, видимо, некое переживание, знаешь, такое, которое вот бегает. Причем, нет, причем заметь, что, как бы, если бы было все просто, ну, вот из вот этой вот структуры предмет-фон, можно было бы представить себе все просто. Что вот есть какой-то прожектор, да, там, или, не знаю, выхватывающий, он сам по себе есть, он не требует усилия, да, мы, как бы, можем его перемещать. Но всегда внимание где-то есть. Вот оно здесь, потом оно там, потом оно там. Но, на самом-то деле, оно может быть здесь, но мы можем его еще сконцентрировать. Не просто там смотреть за какую-то деталь, а все на том же, еще более внимательно. Ну, то есть, я не знаю, то есть… Может, какое-то вот того, что вот прямо вот так вот начать разглядываться, поставить организм приблизиться, все… Да. Все сгустить в воду. Ну, то есть, важно, что, как бы, действительно, мы можем напрягать, как бы, да, вот эту интенцию. Потому что вот об этом феноменологии я нигде не видел и не слышал. Моговицын же любит говорить, что сознание должно как бы… Усилие сознания. Усилие, да. Усилие, да. А ведь усилие, оно есть в него усилие внимания. Да, да. Да, потому что вот… Там вот, что у Гусарля там… Ну, я не видел, чтобы там было какое-то усилие, да. По крайней мере, оно там не обязательно, вот что там. В той структуре оно не обязательно. Все может, как бы, само собой проистекать. То есть, может быть, усилие по перемещению внимания, да. Но, как бы, внимание, как интенцию, интенцию, да, вот это, оно, как бы, есть всегда. Ну, оно, конечно, есть всегда, да. Но мира-то у него действительно разные. Нет, на самом деле, во-первых, мира разные. Во-вторых, есть сон. Есть сон, да. Когда мы засыпаем, и внимание как бы отдыхает. То есть, вот, оно может там проснуться, может у вас не проснуться. Но, опять же, как бы, есть вот это вот наше крайнее, про которое, как бы, феномиологический опыт вот этой вот прострации, да, вот это вот ничтожение мира. Когда мы, как бы, когда весь мир мы превращаем в фон. Мы, как бы, весь его туда в фон выводим. И, как бы, наше внимание обращено ни на что не обращено. Оно, если, невозможно обратить на существование, как бы, но вот оно обращается на существование. Просто, как бы, мы не внимаем. Вопрос с вниманием, казалось бы, это психологическая категория, но на самом деле, если посмотреть, она же постоянно всплывает в классической категории. Не, ну, понимаешь, если это просто психологическая вещь, тогда как бы этика жутко прошла. Вторая часть феноменологи духа, вторая часть, те как бы субъекты, вот я вижу дерево, поворачиваюсь, а там вижу, допустим, что-то другое. Как бы, вот это что такое поворачиваюсь? Откуда это взялось-то? Мы всегда возмущались, ну как это так? Вот это о чувстве разговариваем, кто-то там поворачивается. Что это такое? На самом деле, получается, что оно ведь нечто такое, что с самого начала есть. Да. Ну и я чего хотел добавить, что если бы внимание было чисто психологическими вещами, тогда и вся этика была бы, чисто психологическая вещь. Потому что, помнишь, мы как бы, когда про этику говорили, вот я, по крайней мере, наставил на том, что, как бы, внимательность, да? Это важно, очень важно. Внимание, это, как бы, может быть, просто даже главное добродетель, из которой пристекает все. Да. Да, именно так, да. А если это чистый психологизм, как бы, да, то... А какой, как бы, философской этике можно говорить? Ну, люди, будьте внимательны, да, вот так вот. Почему? Внимательность, само слово такое, предусмотрительность, которая подразумевает внимательность. И очень много тут таких слов близких к этому, с понятием, что ты должен не просто, как бы, действовать, а как, да, там, как-то, согласно принципу, а именно понимать, в чем состоит конкретность ситуации и действовать из конкретности. Ну, как бы, которые, много слов, которые говорят, что недостаточно просто посмотреть, да? Надо всматриваться, вот, как бы, они говорят. Недостаточно просто, так сказать, вот, блуждать этим прожектором. Так, а что, говорить о книге? Ведь, на самом деле, чтобы научиться взаточивать свое внимание на книге, умудряться читать слова, где-то, их сцеплять и пытаться понять, о чем идет речь, да? Это же целая процедура, это нужно буквально долго учиться. Не да? Многие, так и не учились. Не, просто, посмотри, вот, как бы, пока мы сейчас говорим поверхностно, на самом деле надо будет обнаружить какую-то, ну, не знаю, можно ли это вообще сделать, единую какую-то, ну, не единую, наверное, дело не состоит в том, чтобы единую систему построить, а вот, как бы, у всего найти, как бы, корень. Хочется немножко строгости, да? Да, да, у всего найти корень. Вот мы говорим про внимание, пытаемся отнести его к одному субекту, там, вышление к другому, вот, например, там. Надо вот как-то вот так разобраться с каждым впечатлением, с каждым чувством. Понимаешь, чтобы пытаться понять, как вот это все склеилось, потом единый мир, то, что вот, вот есть некие единства мира, да, как бы, вот, надо понять, на самом деле, у него источники, как он, как это все склеилось, как это все работает. На самом деле, вот, с чисто, как бы, философской, филологической точки зрения, да, уже то, что мы говорим, что есть не одна активность и одна интенция, а одновременно несколько, это уже куда более сильное построение, чем вот у того же Гусселя. То есть у него есть, как бы, интенция на предмет и фон, но, как бы, акт один. Понимаешь, у него не соседствует несколько актов. Ну, может, Хадигер так критикует, на самом деле. Ну, он же говорит, как может стул рассматривать? Ну, рассматриваюсь, рассматриваешь, ну, ты же, отликешься, уйдешь, как бы, у него сразу мир-то уходил. Нет, отликешься, уйдешь, да, но это можно было бы понять так, что, как бы, ты, вот, так сказать, отвлекся на фон и занялся чем-то другим. А вот, если у нас одновременно присутствует, то есть у нас с фоном выступает, у нас для акта, у нас не для предмета, у нас фоном выступают другие предметы, не для объекта, фоном выступают другие объекты, а для акта, фоном выступают другие акты. Другие акты, да, именно так. Это, как бы, это другое утверждение, куда более сильнее, и структура, как бы, более... То есть, если сразу порождать, сразу много актов. На самом деле, если задуматься, то по любую секунду мы сразу много что чувствуем. Ну, как бы, переходим мы не только внутри акта, так сказать, а от предмета к фону, да? Ну, то есть, допустим, ты, не знаю, там, у тебя есть там, ну, ты любишь, как бы, из таких глобальных вещей подниматься, как, там, вот эти интересы, способности, предрасположения, немножко, как бы, так, разговор упрощает, ну, зато понятно становится. То есть, вот, допустим, есть у тебя страсть, там, к музыке, допустим, ты можешь, так сказать, от исполнения одного произведения перейти к исполнению другого. Другие ноты поставил и играешь. Как бы, так сказать, вот переход, так сказать, от одного к объекту к другому, от объекта к фону и так далее. А можешь, как бы, в принципе, так сказать, параллельно существующий акт, там, не знаю, ну, так, так сказать, желание, там, еще, не знаю, попить, там, ну, все, что угодно, там, порисовать, да? Можешь перейти вообще, как бы, к другому акту, а этот акт увести в фон. Да, самое-то интересное, что даже мысли не бывает так, что ты какую-то одну мысль мыслишь, на самом деле. Бывает сразу три-четыре мысли одновременно приходят. Вот у меня был вот такой период был, когда я просто, ну, не знал, что делать даже. Допустим, на какие-то события внешние, да, на какие-то внешние стилы, на три-четыре мысли одновременно. Причем противоречие друг другу. Допустим, мысль возникала одна, вторая, третья, как варианты. Типа, и как бы предлагал, ну, выбери какой-нибудь. На самом деле, даже так, даже в одном каком-то простом акте мышления, и то, может быть, варианты. Вот до чего можно довести. Или, допустим, если ты стихотворение сочиняешь, у тебя, может быть, трифт на сразу несколько возникнет. Одна, вторая, третья. Я не знаю, что одновременно, не одновременно, это не существует. Сам факт состоит, что постоянно вот это вот есть договор. Но они одновременно могут удерживаться, вот что интересно. Одновременно, как бы, могут существовать вот эти акты. Одновременно, вот именно, что самое интересное, что они существуют одновременно. Три мысли существуют одновременно. Хорошо, если эти три мысли одна сходить попить, другая там, допустим, отдохнуть, а третья там, держаться и говорить. Ну, допустим, разной природы. Поиграешь. Поиграть на компьютере, там, или, там, еще что-то сделать. Ну, это не тайно. Следить за тем, записывается ли на камеру, там, и правильно ли здесь слушать. Да, достаточно ли часа удовлетвориться, картинки потом. Да. Ну, а можно ведь, на самом деле, в одном простом мышлении, то есть, казалось бы, вот, ты полностью садочен на мышление, и у тебя возникает сразу несколько вариантов. Может быть, так всплывает. Причем, я, например, как… Я же понимаю, что… Почему я говорю, что у мышления есть акты? Потому что я наблюдаю, как оно происходит. Я им не властен. Я сообщаю себе что-нибудь, ставлю себе вопрос. Почему, кстати, важно вопрошение? Потому что, что такое мышление? Мышление – это некая, как бы, вот, функция отвечающая. Я ставлю себе вопрос, и потом просто сижу и слушаю, что, как бы, из глубины… Вопрос к мышлению. Да. Я ставлю вопрос себе, как бы, к субъекту актов, а он потом выдает что-то. И, причем, я вижу, как вот мысли поднимаются с глубины какие-то. Я словами не могу понять, что это такое, но я уже понимаю, куда он, о чем он хочет сказать. Он еще не дошел до меня, слова еще не облекся. Но я уже понимаю, о чем… Знаешь, как бывает в виду себя? Я что-то спрошу у себя, постою, да не, еще ничего не пришло. Я уже понимаю, что там что-то всплыло такое. Говорю, не-не-не, обратно. Ты туда обратно, да, погружайся. Или бывает, оба, неужели это так? И начинай подбирать слова, чтобы это могло, как бы, в словах, как оформить это. Это так или не так? То есть, вот, мышление, на самом деле, если внимательно к нему обратиться, оно именно такой характер какой-то странный носит. Мысли, как бы, они приходят, когда они того хотят. И может не прийти. Я могу сколько угодно напрягать. Вот я хожу, бывает, по парку гуляю. Сколько угодно могу напрягаться, и бесполезно. Не заставить себя, непонятно, что заставлять, что сделать-то надо, чтобы головой удариться от всех. Ну, что надо сделать? Ну, не мыслиться, и все. Потому что, ну, не выспался там, это холодно, голодно. Это ботинки мокрые, понимаешь? Неудобно стоять, свет падает, машина тут ездит, люди ходят. Понимаешь, ну, куча причин может быть, почему это не мыслиться, и все. А бывает просто, все это есть, и тем не менее, это не мешает. Ну, и убил сегодня никого, да? И тратил страсть и картизу. А потом раз, и замыслилась, да? А я даже не могу сейчас сказать, любопытно другая вещь. Я иду по парке, темно. И сзади кто-то идет. И сколько, какие бы ты не обладал кучей мышления, ну, сам переключается. Ну, просто вдруг возникает, что раз, ты поворачиваешься неизбежно. Понимаешь, к чему ты начинаешь готовиться? Я даже не хочу, я не могу ничего сделать. Просто не могу. И как бы и умом понимает, что... Да, умом понимает, что это глупо, и вряд ли что-то с тобой случится. И сколько раз я это наблюдал, никогда я это не могу сделать. Сколько раз со мной происходило, я всегда поворачиваюсь лицом. Да, и просто, да, вот... То есть он знает лучше меня, что надо делать. Понимаешь, я ничего не могу сделать. И мышление куда-то улетает сразу, как бы, я поворачиваюсь в темнота. А вдруг сзади идет с дубинкой стопором. Кто его знает? Это может какой-нибудь маньяк. Я бываю в парке и в десять часов гуляю, там, ночью надо. Понимаешь? Он, наверное, тоже думает, что я маньяк. Но это уже там... Сам факт состоит в том, что, на самом деле, не все так просто. Понимаешь, вот, как бы я не говорил, что я чем-то владею. Там, второй субъект, он, на самом деле, тоже достаточно умный. Он уже где-то там, благодаря поколениям людей, уже выработал тоже некие реакции, которые, как оказывается, очень важные и правильные. Условно говоря, когда это хватает за железку, я же не думаю, вот, железка горячая, надо бы руку-то отдернуть, там, а то, там, перегори, как-то, ту кожу. Ну да, да, да. Сам отдергивает, понимаете? Что он делает сам? Он многое, что делает сам. Он не ждет, пока я додумаюсь. А то, что можно додуматься, ну, там, как события, читать книгу, не читать, ну, сам решить. Ну, опять же, если, как бы, вернуться к этой, к социуму, да, и к Богу, да, управляющему, условно говоря, или построившему, в идеале, как бы, да, если социум настроен, так сказать, и все на своих местах стоят, так сказать, Богу не надо дальше вмешиваться в мироустройство, понимаешь? Да. А все должно само, как бы, ну, если всех, как бы, правильно он расставил, да, и создал правильный мир, все должно само и развиться. И более того, если Бог вмешивается, это означает, что мир, он криво создал. Потому что мы же можем только вот использовать эти вот энергии, значит, как бы, мы криво создали. Не, ну, я к тому, что ты, вот, допустим, в принципе, как бы, можешь один раз, да, учредить, как бы, так сказать, какую-то вот там иерархию, да, так сказать, запрограммировать, так сказать, раздать команды, вот. А потом отдать управление. А потом, как бы, они вот управляют, да, то есть, ну, как бы, есть инструкции, так сказать, вот, когда, так сказать, голод достигает определенного уровня, ты идешь есть. То есть, когда, как бы, то он не состоит, особенно человек, что, допустим, когда голод достигает определенного уровня, кот будет биться и все положено на голод, а человек может отказаться, решить, что я, он, и все, и все. Я так говорю про то, что он, как бы, несмотря на всю свою свободу, большая часть времени все-таки в автоматизме работает. Да. Но этот автоматизм, он не просто, как бы, а, как бы, какая-то... О, она. Вот это да. Что полез-то туда? Пространство... Нет, на самом деле автоматизм, и слава богу, что вмешиваться, как сердце работает, понимаешь? Ну, не только это, да, то есть, ты в метро, там едешь, ты еще что-то, ты ведешь машину, много чего в автоматизме происходит, и не только физиологического. Да нет, ну, сами физиологически, я пока не готов даже разговаривать, я понимаю, что ты как-то к этому относишься. Даже, как бы, даже просто вставаю, там, распорядки дня, еще в чем-то, так сказать, вот эти субъекты, они известны, когда, вот, какой из них выступает. Да, бывает, машина как еду, я до них потом, как бы, приеду домой, там, и думаю, а как я ехал-то? Угу. И кто управлял машиной-то? Угу. Меня не было, там, понимаешь, условно говоря. Иногда машину управляешь, и не понимаешь, как ты ехал, потому что, ну, как-то, как-то все на автоматизме произошло. Ты приехал, конечно, но как-то в полусознании, условно говоря, был, ну, был, витал в облаках где-то там, думал о своем, там, что-то там. То есть полусознание такое было. Просто я, что хотел сказать, что есть, как бы, вот, такая, вот, в той же эссенциальной философии тенденция, как бы, вот этот автоматизм всячески принижать, как бы, отрицать, ну, то есть не говорить, что это очень плохо, что это, как бы, зло. Как раз вот Делес и Гватарис, это, ты знаешь, там, это, анти-эдипт, там, капитализм, что-то. Они как раз за автоматическое письмо, да? Да. Не, они считают, что, как бы, человек состоит из машин желания, вот, из автоматических вещей. А субъект, это, как бы, только, я вчера как раз его читал, пытался, как бы, разобраться, я уже давно хочу, как бы, разобраться в источнике, там. Это есть только интересное слово-то они придумали. Не подпись, а как-то регистрация. А, регистрация? И потребление удовольствия. То есть, как бы... А машины производят? Нет, а машины работают, а он потребляет прибыль, как бы. Прибыль это удовольствие. Понятно. Не, ну, я к тому немножко... То есть, это потребитель, это прибыли и работает машин. Это. А машины сами по себе работают. Почему? Самое интересное, что почему-то машины работают только разрушаясь. То есть, как-то странно. То есть, они... Так, казалось бы, вот наш организм как-то работает как машина, в какой-то смысле, да? Биологическая машина. Но почему-то у него машины желания... А, у него машины желания. Не, 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 не правил. Машины желания работают, как разрушающуюся машину. То есть у него, наверное, обычные работают, как обычные. И человек представляет свое производство. А вот машины желания работают, как разрушающаяся машина. Я-то немножко про другое. Причем они потребляются у своих деталей. Они разрушаются и тут же его потребляют. Что это... Есть там... Я помню, у Гуджиева какого-то читал, Мистика, который говоришь, что в автоматизме человек проводит кучу времени, что это все ужасно, что нужно как бы проснуться. Это критика, кстати, классическая, то, что ты говоришь. Это классическая критика, что... Очнуться и так далее. Знаешь, что Бердяев, что боялся спать, потому что считал, что Сон это микроскоп. Да, да, да. Но на самом деле, как бы, является ли вот это вот, как бы, вот этот социальный опыт выхода из себя, да, и вот, уничтожение мира, вот это вот, как бы, свободы, вот этой переоценки, там, ценности, как бы, переструктурирования, является ли он, как бы, действительно, самой самоцелью и самым главным, да. То есть, если, как бы, допустим, мы вслед за нише стоим на стороне жизни, вот, то дело не в том, чтобы, так сказать, вот там, постоянно возвращаться, как бы, к тому, что ты существуешь, а дело в том, чтобы, как бы, вот этот, вот эти вот все субъекты, да, они, как бы, в какую-то структуру гармоничную были, как сказать, организованы, чтобы все это, как бы, так сказать, ну, как ты говоришь, эффективно работало. И если, как бы, это требует малого вмешательства, да, если все налажено хорошо и, как бы, так сказать, вот так переоценивать, как бы, там, или что-то подправлять приходится редко. Ну, как бы, ну, так и слава Богу. Вот. Важен, как бы, результат. Вот. Другое дело, что тут, может быть, именно эта конкретика жизни, то, о чем мы говорили в этике, она, может быть, требует всякий раз, как бы, вот этого вот... Корректировки. Корректировки, да. То есть, может быть, можно было бы, как бы, вот так настроить механизм, если бы жизнь не была вот так, как бы, конкретна и жива. И корректировка, как бы, то есть, вот эта вот воля к жизни состоит, ну, так сказать, и благословление жизни, и конкретность состоит в том, что ты, как бы, соизмеряешься именно вот с этой, опять же, конкретикой всякий раз, как бы, вот в этом оркестре, как бы, перераспределяя какие-то, там, партии, там. Помнишь, проблему Сократа разбирали? Там инстинкты были, там, анархи инстинкты, а Сократ... А я, как бы, да, господин. И теперь, вот, если брать нашу логику, то все становится на свои места. И удивительно, что и Ницше об этом именно написал, как будто, что вот именно суда и бил, да? Да. То есть, Ницше уже это, как бы, понимает. А мы тогда смеялись, надо мной смеялись, я докладал, о чем идет речь, что это за глупость такая? Ну, анархи инстинктов, ну и что? Сократ стал господином над инстинктом, а что толку-то? О чем тут идет речь? А ведь, на самом деле, дело не важно, что проблема Сократа, она является какой-то здесь особенной. На самом деле, это просто проблема наша вообще, так устроены мы, что у нас есть инстинкты, и они могут быть ванархи. Ну, не всегда, не обязательно, но могут просто. Они могут, как бы, вот, как ты говоришь, представить, гармоническое древнее человечество, которое живут некому, на лоне природы, условно говоря, в некой... И не надо ничего подправлять, где, как бы, сама природа диктует и проводит свою очередь. Может быть, как бы, вот, критика... Ницше критикует Сократа за то, что он, как бы, вот, именно... Гитлер управляет собой. Да, что он, как бы, что он, опять же, ну, вот, как мы тогда рассуждали, жизнь и принцип, да, что он, как бы, выстраивает вот эту, ну, как и все последующие, так сказать, философы и этики, пытается выстроить, вот, некую формальную, так сказать, вот эту систему или иерархию этих инстинктов. То есть, у него же заранее известно, там, что вот это, вот, высшее благо, вот это, низшее, там, так сказать... Вот, он пытается, как бы, это выстроить вне зависимости, опять же, от ситуации. Вот. А ты знаешь, что после Сократа целью, как бы, жизни философов была автораксия? Полная равна... это невозмутимость и равнодушие. Так это и есть не что иное, как вот это отказ от жизни. Полностью, когда ты отрезаешь из себя все, и все. Так это, как раз, это ведь логика Сократа. Сначала Сократ взял, вот, стал это над инстинктами господина, а потом просто все подавил, и все. И стал типа свободным. Почему свободным? Потому что эти генерации как бы заставляли, как бы, они ведь как бы нас заставляют что-то делать? Сходи по пей, понимаешь? Я хочу пить. Как бы заставляют. Но на самом деле, надо же понимать смысл. Ну да. И ты выстраиваешь некую боли нечетерезную, ну... Да нет, главное, что, понимаешь, генерации не только копии. Понимаешь, сделать благо, допустим, добро, это тоже генерация. Да. Вот. И он, как бы, все равно, он не может подавить все. Он все равно выстраивает иерархию. Вот. Как он везде там выстраивает иерархию, так и здесь. Вот. Но просто считая, что вот он выстроил ее один раз, как бы, и дальше, так сказать, можно равнодушно на это... Можно не вмешиваться, да? Вот. В этом, как бы, равнодушие состоит. Что он, как бы... Нет? Потому что дело даже не в равнодушии, а не возмутимости. Вот представь. Вот ты, как ты правильно говоришь. Выстрел, выстрел один раз. А дальше ничего делать не надо. Даже если изменил ситуацию, как бы... И что значит, как быть возмущенным в ситуации, да? Ну, как бы, сметен, там, в сомнении, в колебании у тебя вверхнут. Когда вот у тебя вот это есть, как бы, иерархия, да? И вдруг, как бы, конкретная ситуация, она заставляет тебя, вот, как бы, выступить обратно, переформировать, так сказать, вот под эту конкретику и, так сказать... Но ведь философия, это понимается как предательство, у тебя есть принципы. Ты себя выстроил. И вдруг изменилась ситуация, ты меняешь принципы и выстраиваешь себя по-иному. Это же предательство себя. С точки зрения философии, вот этой вот платоновской, это, мира идей, да? Который, как бы, вечен, как бы, и невозмутим, стоит постоянно, всегда один и тот же. Ты, как бы, себя-то предал, как бы предал, ну, в смысле вот этой невозмутимости. Понимаешь? Ты возмутился, изменился и предал себя. Мы же об этом говорили в этике-то, что этика тоже требует постоянно, как бы, вот этой внимательности конкретики. Но парадокс, что никакой другой свободы, кроме, как свободы вот этого предательства, нет. Ну, вот сам это и удивительно. В чем может быть свобода предательства? А ведь, если ты себя не предаешь, ты не свободен, как ты свободен? Ты просто один раз себя сформировал, а дальше что? Дальше жди, когда кто-нибудь тебе по голове ударит, что ли? В чем свобода твоя состоит? Ты же, действительно, никакой другой свободы, кроме каждый раз себя формировать и переформировать, Никакой другой свободы-то и нет. И это не предательство, просто тут предательство возникает только в силу того, что люди понимают, что принципы, почему этот завершенный и неподвижный мир идей есть главное. Да не мир идей, главное это жизнь, а жизнь всегда подвижна. И надо это постоянно переформировать и формировать жизнь в зависимости от того, что ты что-то новое узнал, ситуация изменилась, появились новые люди, новые какая-то конкретика. Ситуация меняется, и ты должен себя формировать под ситуацию, под мир. Может быть не так, что полностью менять. Ты должен просто добавлять что-то, какую-то конфигурацию, изменять возможности свои. Что-то, может быть, главное оставлять, если там в черту дорожишь. Это не без этого же, не так, что прям там был, допустим, добрый и решил, ладно, надо быть злым, полностью отрезал. Нет, не так. Тут существует, преемственность должна быть все равно. В том числе и приезжать. Да главное, что как бы, ну если ты, конечно, не шизофреник, ты от преемственности никуда не уйдешь. Не уйдешь, согласен. Вот, то есть ты как бы переформируя, ты имеешь историю. Ты как бы, это ты переформировал, ты знаешь как бы это все. Вот еще, видишь, проблему с учреждением. Если ты и учредил себя, ты как бы говоришь другим, вот я себя учредил таким, теперь я буду всегда такой. А потом раз, ты учредил себя другим, ребята говорят, ну, мы тоже так умеем там, в смысле того, что ты себя учредил. Поэтому, конечно же, должна быть, видимо, часть, которая никогда не переформировалась или переформироваться очень редко. И должна быть некая подвижная часть, которую ты постоянно в зависимости от ситуации меняешь. Причем это требует не потому, что ты предатель, опять же, это ситуация от тебя требует. Ну, тут еще есть как бы некая хитрость такая вот, как бы гиперпредательство, состоящее в том, что учреждая себя вот здесь и сейчас, ты одновременно как бы учреждаешь себя не только в будущем, но и в прошлом. Ты как бы переписываешь всю историю. Причем как бы прошлое ты сразу, если ты был другим в прошлом, ты сразу его проклинаешь. Ты говоришь, что вот я был таким-то. Не обязательно, нет, нет. Понимаешь? В том-то и дело, что если это самоочуждение в духе меньше, ты подведешь так, что вот как бы я был таким, чтобы стать таким. Поэтому это тот, это как бы все часть этого, а не наоборот. Понимаешь? То есть ты как бы всегда центрирована все на настоящем. Всегда на вот этом самоочуждении все центрировано. Оно является причиной как бы и будущего, и, как ни странно, прошлого. Для прошлого это как целеводичное? Слушай, алкадот. Вечное возвращение. Но не связано ли вот с этим постоянно как бы самоучреждением? То есть как бы, что такое вечное возвращение? Можно понять его, конечно, как-нибудь там, глупо того, что как бы ты умер, как бы и заново родился, умер и заново родился. А не получается ли так просто, что ничего другого, кроме как постоянно обозревать свои возможности и их как бы переформировать? То есть ведь постоянно возвращаться к самому себе, как бы и заново себя утверждать, ничего другого? Нет, ну и нет, это ведь еще и как бы... Ну да, и в этом смысле, но и в каком у него? У него уже в совершенно конкретном контексте возникает, как бы это такое... Еще все повторится, но не элически у него. Нет, этический разговор, что как бы вот не надо, так сказать, делать, условно говоря, глупостей там или, не знаю, чего-то недостойного, потому что все повторится. Вот, так можно сказать так, что если ты как бы каждый раз себя, так сказать, учреждаешь тем же, не надо учреждать себя неправильно, потому что тебе придется всегда так себя учреждать и как бы... Ну, что генерация одна и та же, для себя как бы... На самом деле, что такое вечное возвращение? Мы можем, мы работаем на поле, которое всегда одно и то же, ничего на этом поле нового не возникает. Но мы можем фигурки переставлять по-разному. Можем дать жизнь одному, убрать другое, допустим. То есть мы можем как-то на самом деле менять конфигурацию того, что есть. У нас уже что-то есть, всегда уже что-то есть. То есть здесь не возвращение в том смысле, что мы всегда играем на одном поле, но на этом поле можно играть в разную игру. Вот в чем проблема. И мы, как ты говоришь, мы возвращаемся к той же самой игре. Почему? Ну, фишки-то те же самые, возможности те же самые, как бы, и генерация та же самая. Я думаю, что другое говорю, но это не очень интересно, наверное. Я говорю про то, что, как бы, вот, если ты глупо как-то себя учредил, вот, и дальше настаиваешь на, как бы, на, как сказать... Ты будешь как-то про ответственность. Ответственность за тем, ты ответственность за каждую свою секунду, потому что в следующий раз ты ее повторишь, и повторять будет происходящее число раз. Да, если, как бы, ты будешь, так сказать, пытаться себя, вот, как бы, удерживать и продлевать тем же, да, вот, как вот хочет классическая философия, вот, то... Если ты хочешь не предавать себя, то, как бы, постарайся учредить себя правильно. Потому что, как бы, иначе ты будешь все время наблюдать вот это вечное возвращение. Ладно, это глупо. А еще самое любопытное, что вот насчет предательства. Ведь самое интересное, что мы действительно воспринимаем собственные изменения как предательство. Вот даже вот я вот сколько, на самом деле, думаю про себя, да, стоит мне только измениться. Допустим, вот я с Валей был крестьянином. И когда я сейчас скажу, Валя, извини меня, как бы, крестьянство меня не интересует, Валя же это воспринимает как предательство. И даже сами я буду рассматривать это как предательство. Ну, хорошо, но ты,iv... А почему я не могу изменить? Ты мясо перестал есть. Ты воспринимаешь это как предательство? Нет. С мясом похру просто потому, что... Знаешь, тут еще есть какая-то все-таки обязательств перед другими. Да, да. Потому что вот, я не могу бросить игру, потому что это будет предательство. По отношению с кем ты играешь. Да, да. Вот есть какой-то вид, что, все-таки социальное, привязываясь. Потому что я могу бросить это... Знаешь, в чем предательство могло бы состоять? Если бы я... Допустим, все сказали, что я буду делать вот это, а потом перестал это делать. И как бы вроде я предал кого-то, кого я предал там, как бы сам себя, понимаешь, вроде предал. Допустим, сейчас я мясо не ем, потом вдруг скажу, да, ну, что такого, начну есть мясо там, понимаешь, и как бы себя предал, как бы. Ну вот в структуре, о которой мы разговариваем, надо понимать, что это никакое не предательство на самом деле, потому что жизнь, она как бы, она первичнее вот всех вот этих наших учреждений. И надо в каком-то смысле понимать, что, ну, давать возможность жизни быть, вот что. Даже если это кажется внешне, что это предательство. И это, кстати, знаете, что оправдывает их, на чем я всегда смеялся. Я всегда раздражался, ну вот люди там сходятся, допустим, и отбивают, например, мужчин, отбивают у других, там, мужчин, женщин. Ну зачем это делать, мало ли, типа, женщин туда и сюда, понимаешь, а в каком-то смысле ведь здесь есть оправдание, которое состоит в том, что привить может какой-то конкретной женщине, у нее зародились какие-то новые генерации, понимаешь, что он просто дал этим генерациям жизнь. Жизнь этого требует, да, да, да. Конкретно ситуация, когда они были вместе, а конкретно следующие уже не требуют, да? Да, да, именно так, понимаешь, поэтому как бы говорить о том, что... Так они все и оправдываются, да. Я понимаю, просто в этом смысле какого-то оправдываются, даже такие вещи. Ну они, в общем, как бы, может, и правду говорят, что... Нет, ну это... Нет, я же, я всегда держусь на эту позицию, что... Ведь главное, она... Жизнь, она правее, чем любая философия, значит, все вот эти морализаторства о том, что не надо женщин отбивать, там, понимаешь? Нет, ну тут, знаешь что, тут опять же, как бы, может быть, не надо быть, как бы, предельными нешансами. Может быть, все не происходит так, что вот есть, как бы, жизнь, она правее всегда, а есть глупые принципы. Может быть, есть вот именно какая-то, так сказать, опять же, игра, да, между ними, понимаешь? С этим планом согласится, да. То есть, что, как бы, вот это проблематично, если бы было все просто, жизни все, ну, как бы, ну и идти на поводу жизни. Но есть напряжение, вот это напряжение, как бы, порождает вот эту человеческую историю. Не так просто, не только жизнь он хочет на самом деле учредить какую-то новую жизнь, да, как бы, да. То есть, он на самом деле хочет куда-то ее двигать. Ну же он нам, например, в Заратустре пишет, что на самом деле человек есть только переход, да. Так бы казалось бы удовлетворять, чтобы... Да, есть как бы, надо двигаться к сверхчеловеку. Ну что это? Если бы была бы жизнь... Но куда возникает это надо? Надо всегда возникает, как бы, из долгоженства какого-то, да? Конечно, конечно. То есть, на самом деле, все-таки, цель есть всегда. И поэтому такой простой формулы, что надо довериться жизни и просто плыть по течению, такой формулы, эта формула, конечно, слишком упрощенная. Вот, так сказать, этот человек говорил. Скажи что-нибудь. Спасибо.